уважаемые дамы и господа добрый день мы продолжаем работу конференции и начинаем нашу секцию которая посвящена цифровым инструментом современной клиники ни для кого уже не секрет что современный врач он не может быть без компьютера без цифровых записей без цифровой трансформации и поэтому сегодняшнюю нашу секцию мы посвятим тому чтобы узнать насколько глубоко цифровые инструменты вошли в жизнь современного врача ну и если польза врачу и пациенту от этой цифровой трансформации или же это новомодная нагрузка которая пока еще ничего нехорошего не дает ну и собственно говоря позвольте мне открыть нашу секцию и начнем с первого доклада ценность электронных медицинских записей для интеграционной единицы медицинской практики и представит его бартин михайлович собственно говоря это я итак ценность электронных медицинских записей для интеграционной единицы медицинской практики итак ценность электронных медицинских записей для интеграционных медицинских записей для интеграционных так у нас есть одна фраза которая говорит действительно некоторые аспекты здравоохранения достойны похвалы но как нам теперь известно есть немало серьезных проблем расшатывающих систему бесчисленные факты говорят о том что качестве результативность медицинской помощи оставляет желать лучшего пациента получает ее или слишком много или слишком мало уровень врачебных ошибок по нему держится на угожающей отметке первый вопрос который хочется задать как вы думаете кто это говорит и про систему здравоохранения какой стране ну и тут я не буду держать долгую паузу сразу же покажу что это оценка которую дал 2006 году майкл портер про информационную про систему здравоохранения в сша которая для многих кажется успешной для которых много для многих она кажется сказать такой перспективный современный тем не менее не секрет что проблем даже в системе здравоохранения сша даже при том уровне финансирования которые есть он просто немыслимый ну и собственно говоря для того чтобы решить что делать майкл портер предлагает свое видение воплотить и критически значимые стратегические организационные принципы смогут при соблюдении следующих трех условий первое это внедрение системного подхода к описанию и анализу процессов то есть создание ценностной цепочки оказания медицинской помощи второе второе условие это применение информационных технологий простая автоматизация применяемых медицинской практике медов мало что даст необходимо реформировать процесс оказания медицинской помощи так чтобы можно было воспользоваться преимуществами технологии излечить из них выгоду ну и третье немаловажное правило условие это систематическое обучение непрерывный формализованный процесс накопления знаний на уровне медицинского состояния необходимое звено постоянного совершенствования процесса оказания медицинской помощи собственно говоря майкл портер как большой специалист в области конкуренции он для медицины создал свою систему цепочки оказать цепочки добавленной стоимости процессе оказания медицинской помощи. И он вводит понятие интегрированной единицы медицинской практики. Для нас, может быть, это немножко удивительно, но тем не менее, мы очень часто встречаем ситуацию, когда лечащий врач живет сам по себе, диагности живут сами по себе, хирурги живут сами по себе, но отделение реабилитации, если оно есть, оно живет само по себе. И получается, что на каждом этапе каждый свою работу выполнил хорошо, а в целом результат получился не очень хорошо. Так вот, введение понятия интегрированной единицы медицинской практики, когда есть единое представление о том, что мы хотим сделать с пациентом, какой результат мы хотим достичь, как объединить всех участников процесса оказания помощи, это и есть интегрированная единица медицинской практики. Ну и в нашей отечественной практике это понятие уже укрепилось под словом мультифункциональная бригада, особенно в реабилитационных отделениях, когда специалисты разных специальностей собираются вместе для того, чтобы обсудить и достичь конечный результат, необходимый для данного компетентного пациента. Но вопрос, а как организовать взаимодействие всех этих разнообразных участников вместе? Вот, собственно говоря, информационные технологии, они и создают ту самую платформу, ту самую среду, с помощью которой осуществляется взаимодействие. Ну, собственно говоря, на этом слайде у нас представлено вижен, желание, как перейти от нашей традиционной медицины, которая представлена большим количеством медицинских записей, к современному доктору, у которого вся информация на кончиках пальцев, в которой информация у пациента вся всегда с собой. Что у нас для этого было в качестве предпосылок? Ну, давайте посмотрим на историю развития информационных технологий. Мы видим, что в 60-х годах вычислительная техника зародилась в виде больших вычислительных машин, которые занимали порой несколько этажей. К 80-м годам все эти вычислительные комплексы, они уменьшились до персонального компьютера, который мог уже появиться на рабочем столе. В 2000-х годах компьютеры начали объединяться в локальные сети, ну и, собственно говоря, сегодня, в 2020-м годах, все это превратилось в облако. Ну и на границе начала 2010-х годов у нас появились смартфоны, которые собой представляют компьютеры в кармане у каждого человека. Собственно говоря, вот это развитие, вот это повышение с одной стороны производительной мощности, с другой стороны все, что становилось более компактным, привело к тому, что вычислительная техника это уже не удел каких-то отдельных специалистов, а это инструмент, который доступен каждому и врачу, и пациенту, и, собственно говоря, то, что может позволить нам двигаться вперед. Кто мы? Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Алексея Михайловича Никифорова МЧС России является лечебным, научным и образовательным учреждением МЧС. На сегодняшний день это медицинский холдинг, состоящий из двух сонарковой клиники. У него входит 900 врачей и медсестер, 530 коек, ну и за прошлый год у нас принято более 12 тысяч сонарковых пациентов и выполнено больше 12 тысяч операций и специализированной помощи, и технологичной помощи и больше 130 тысяч облаторных посещений. Вопросами превращения, то есть внедрения электронных медицинских записей мы в центре занялись еще в начале нулевых годов и с 2001 года по 2010 год мы использовали в нашем центре медицинскую информационную систему метрак австралийскую, которая позволила нам совершить большой задел в нашей цифровой, ну, внедрении цифровых технологий в деятельность. Но в 2010 году мы совершили акт импортозамещения и перешли в нашу отечественную медицинскую информационную систему ОМС, в которой и работаем по настоящее время. Если взять теорию медицинских информационных систем, то в 2013 году касается компания Гартер, она представила следующую классификацию информационных систем от самых простых первого поколения собирателей, даже документ, помощник, коллега, и самый верхний уровень, это наставник, это те системы, которые могут не только представить информацию для врача, но и которые могут в полной мере сделать предложение, что делать с пациентом и в том числе проконтролировать, что сделано с пациентом так или не так. Ну и давайте просто увидим, какую ценность эти системы разного класса системы составляют для пациента и если мы начинаем с самых простых, с медицинских регистров, то собственно говоря, да, вот у нас регистратора была старая, вот у нас регистратора стала новая, появилась возможность записаться пациенту, в том числе без визита в поликлинику, а только дистанционно. Ну и собственно говоря, ценность, которую данные системы составляют для пациента, это то, что результат появляется путем снижения количества затрат на единицу результата, то есть уже не надо вставать ночью несвет незаряда и идти в поликлинику и записывать номерочек на руке, уже это можно сделать прямо у себя из квартиры, но даже если нужно просыпаться пораньше, то по крайней мере уже не надо выходить на снег. Следующий уровень системы амбарная книга, когда помимо регистратуры, когда помимо мест статистики компьютер появляется на столе у врача и врач уже может увидеть все эти записи, которые были сделаны про пациента и узнать и изменить состояние пациента не только с его слов, но уже и прямо из электронной медицинской карты. Собственно говоря, в данном случае ценность представляет то, та скорость, с которой вся информация оказывается у врача и то, что медицинская карта перестает быть тем сдерживающим фактором, который определяет скорость движения пациента одного специалиста к другому. Если раньше нельзя было попасть к другому специалисту, пока предыдущий не сделает свои записи, не отдаст медицинскую карту, то теперь работать с ней может независимо и пациент может двигаться по специалисту гораздо быстрее, экономя свое время и быстрее достигая результат. Следующий уровень это пирамида дело в том, что медицинские записи это не только то, что врачи разных специальностей пишут о пациенте, но это результаты дополнительных методов исследований, которые точно так же собираются в медицинской карте. И вот тут важно выстроить взаимодействие между электронной медицинской картой и систем, с помощью которых мы получаем дополнительную информацию. Так, снимки, которые у нас живут в ПАКСе, должны быть интегрированы с записями и с информацией о пациенте за счет того, что назначение информации о пациенте придется из госпитальной системы в раздел модалити Worklist. Информация о пациенте присваивается каждому исследованию и каждому слайсику, который у нас есть, и снимки возвращаются маркированные на сервер, так, чтобы врач прямо из своей электронной медицинской карты, не выходя в другую систему, мог открыть снимок ровно того пациента, с которым он сейчас работает. Та же самая ситуация, она связана с лабораторией, когда мы отправляем результаты на исследование и получаем к медицинской карте, и функциональная диагностика. К сожалению, это область, которая находится немножко в загоне, и, к сожалению, стандартизация еще до функциональной диагностики не дошла, тем не менее, и ЭГГ, и УЗИ, и эндоскопия точно так же собираются вместе. В результате выстраивания вот этих пирамид мы получаем важна одна точка входа, то есть врач единожды введя один логин и пароль попадает в свою медицинскую среду, где он видит медицинскую карту пациента, с которым он сейчас работает, для того, чтобы получить данные из других систем, ему не нужно выходить из одной системы, выходить в другую, опять вводить логин и пароль, он получает все из единой рекордной медицинской карты, и самое главное, что в результате он получает доступ к медицинской информации ровно того пациента, с которым он сейчас работает, без дополнительной необходимости идентификации, а где же информация нашего пациента, который сейчас у нас на приеме. Ну и, собственно говоря, в данном случае диагностика, она представляет абсолютно все результаты, которые помогают интерпретировать, тратить время на интерпретацию результатов, а не на поиск информации о пациенте. Следующий уровень систем заключается в том, что изменился сам характер труда врача, и если раньше у нас доктор представлял собой если раньше у нас доктор был практически в некотором смысле айболит, когда он один выполнял функции и приема пациента, и лечения пациента, на сегодняшний день, современная медицинская помощь, это в некотором смысле бизнес-центр, в хорошем смысле этого слова, это конвейер, когда пациент движется между разными специалистами, когда в процессе оказания помощи пациент может посещать разные лечебные учреждения, и вот тут важен момент, что информация начинает ходить за пациентом, и когда информационные системы разных лечебных учреждений через региональную швину, или через федеральную швину объединены вместе, то тогда мы получаем очень важный момент, информация порождается там, где был пациент, она находится на том носителе, и она остается в той медицинской карте, где эта информация породилась, но за счет интеграции медицинских информационных систем внутри лечебного учреждения и разных лечебных учреждений вместе, то мы получаем эффект, когда информация входит за пациентом, и тогда не нужно на каждом этапе начинать обследование пациента с нуля, если пациент из одного региона приезжает в другой и на оказание саконно-технологичной медицинской помощи, мы просто берем те результаты, которые пришли за пациентом, не тратим ни время на проведение повторных исследований, ни реагентику, и тем самым получаем быстрое оказание помощи, причем не увеличивая затраты на процесс оказания помощи. помощи, ну, и следующий уровень системы, он заключается в том, что система уже начинает контролировать и не просто отмечать факт, что мы сделали назначение, мы получили результат, у пациента есть то, 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 но мы контролируем процесс оказания помощи на каждом этапе, ну, вот на примере той же самой ЭКГ, если у нас по классификатору это простая услуга, то на самом деле у нас есть определенная технология получения, когда сначала мы регистрируем пациента, делаем назначение, потом медсестра осуществляет регистрацию электрических сигналов, и затем информация появляется у врача, он описывает ЭКГ, и потом ЭКГ появляется в медицинской карте, то есть фактически мы через информационную систему уже реализуем сам технологический процесс оказания медицинской помощи, и мы можем контролировать каждый этап выполняется он или нет, особенно это важно при назначении и выполнении медикаментозных назначений, когда нам нужно быть уверенным, что те медикаменты, которые нам необходимы, они у нас есть на отделении, что те назначения, которые сделал врач, эти медикаменты будут на посту и постовая сестра сможет их разложить для пациента по таблетницам, то, что в таблетницу попали ровно те медикаменты, которые необходимы, которые назначены были врачом для пациента, и самое главное, что в конце таблетница, заряженная таблетками для пациента, попала именно к тому пациенту, для которого она была приготовлена, и вот в данном случае технологии нам позволяют не просто видеть это движение, но и гарантировать, что пациент получит ровно то, что ему назначил врач. То есть фактически мы внутри нашей среды создаем, внутри виртуального пространства создаем тождественное реальное пространство, то есть тот так называемый цифровой двойник или цифровой близнец, когда врач может быть уже уверен в том, что с его пациентом происходят ровно те процессы, которые ему необходимы в процессе оказания помощи. Таким образом, вот сама идея управления, она требует создания электронного пространства. Правда ли, что оно может быть электронным? Ну, на самом деле, да, у нас существует уже больше 10 лет закон об электронной подписи, который делает одинаковыми юридическую силу бумажного электронного документа. У нас есть федеральный закон 10-й 2-й, который определяет полномочия Министерства здравоохранения, который определяет порядок ведения медицинской документации. Ну и, собственно говоря, у нас есть большое достижение, главное событие прошлого года, это то, что у нас вступил в действие приказ, который определяет порядок организации системы документов оборота в сфере охладной здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронного документа. И там впервые появился ответ на вопросы многих главных врачей, а что правда так можно? Да, там написано, что да, так можно. Ну и в помощь главным врачам в августе появились методические рекомендации по порядку перехода на ведение медицинской документации в форме электронных медицинских документов. Таким образом у нас на сегодняшний день есть и технологические возможности, и документы, и законодательные регламенты, которые говорят, что можно переходить. Тут нужно быть готовым только к одному маленькому нюансу, что если сбылась мечта идиота, и все записи из бумаги превратились в цифру, то нужно дальше сделать так, чтобы цифра могла двигаться за пациентом даже внутри сонара и быть доступной в электронной медицинской карте не только в кабинете врача, но и у постели больного и даже в операционной. Соответственно, нам операционную нужно переделывать так, чтобы электронная медицинская карта была доступна и врачам, когда они оказывают, проводят операцию, и анестезиологу, когда он в процессе операции ведет протокол анестезии. Ну и с недавнего времени у нас полноправным членом этого информационного взаимодействия стал пациент, потому что с одной стороны он имеет точно такое же право получить досок в своем сантехнике, но и пациент может быть источником информации о себе, если мы пациента держим не только сценарий, но он находится дома, и если мы выписали пациента, то это не значит, что мы закончили с ним работу, это значит, что мы можем ему оказать помощь, а он может сам по себе быть источником ценной информации. Таким образом, личный кабинет пациента это становится полноправным инструментом взаимодействия врача с пациентом, через который пациент может прислать информацию о себе, давление, чувствительность скачений, пульс, вес, МНО, который поможет организовать взаимодействие более оперативное, более эффектное, и тогда врач сможет оказать поддержку пациенту не только при их личной встрече, но и в течение всего времени после выписки. Таким образом, можно сказать, что современное представление о медицинской информационной системе оно потерпело за последние два десятка лет преобразования. И простые информационные системы у нас превращаются в медицинские информационные платформы, а медицинские информационные платформы объединяясь создают медицинское информационное пространство, в которое происходит взаимодействие всех участников процесса оказания помощи, и врачей, и медсестер, и в которых пациент становится таким же полноправным участником оказания себе помощи. Можно сказать, Так что конкуренция, основанная на ценности, нацелена на результат, это единственное противоядие, недостатку эффективности и проблемам качества расшатывающим, разрядающим систему здравоохранения изнутри. То есть информационные системы позволяют нам объединить всех участников процесса и направить усилия на одно – создание безопасной, оказание безопасной и качественной медицинской помощи пациенту. Вот. Большое спасибо. Доклад закончил. Как мы узнаем, есть у нас вопросы. У нас есть время немножко для того, чтобы ответить на вопросы. Сколько времени ушло в центре для того, чтобы внедрить? Ну, судя по тем слайдам, которые мы показали, мы этим занимаемся 20 лет и мы не спешим останавливаться, то есть мы еще дальше будем углубляться. Но реально получилось так. В 1999 году мы начали процедуру внедрения, в 2001 году мы запустили нашу систему, в 2003 году мы провели модернизацию нашей лабораторной системы, внедрили штрих-коды. С 2005 по 2007 год мы планомерно переводили всех врачей с бумажных записей на электронные записи. Ну и, наверное, можно сказать, что с 2010 года вся клиника работала уже в электронных медицинских записях, но при этом мы создаем бумажную копию электронных медицинских записей. Сейчас мы взяли курс на оснащение всех врачей, всех министер, всех участников процесса сертификатами усиленной электронной подписи с тем, чтобы полностью отказаться от бумаги. И бумага подорожала, ну и хранить, по большому счету, архивы уже негде. Ну и вот после появления приказа Минздрава мы получили де юре возможность перейти на полностью безбумажное введение вот этих самых записей. Вот. Ну и, правда, ради экспертов цифровых компаний, они очень довольны, потому что не надо расшифровывать записи, они все читаемы. Ну и наши эксперты довольны тем, что мы можем некоторые вещи видеть в процессе оказания помощи, а не проводить экспертизу после выписки. То есть у нас электронные медицинские записи доступны в процессе. Клинический фармаколог может получить к электронному листу назначение любого пациента из своего кабинета, для этого не надо бегать под делением. То есть если раньше клинический фармаколог жил в реанимации и мог помочь только, успевал помочь только с подбором антибиотиков, то теперь реально абсолютно все листы доступны и еще подсвечиваются в случае необходимости консультации клинического фармаколога. Но... Ну, секрета никакого нет, у нас есть специальный институт, который готовит врачей только для нас, которые сразу же умеют работать в КОИМС и которые приходят и работают только у нас. Это шутка, это мечта, вот. Это на самом деле нужно задуматься о том, чтобы институты уже начали учить врачей работать с электронными медицинскими системами. К сожалению, пока в большинстве вузов учат все-таки писать бумажные карты. Если в первой клинике процесс внедрения, он был достаточно длинным и долгим, то когда мы построили новую клинику и запускали новую клинику, то мы уже сразу же сказали, мы работаем с электронной медицинской картой, поэтому, друзья, товарищи, устраивайтесь к нам на работу, будьте готовы к тому, что записи будут ввестись в электронной медицинской карте. Это было объявлено сразу же, это был некоторый фильтр отбора. Дальше у нас был медицинский класс, в котором мы обучали всех врачей, но 15-20 минут, в течение которого врачу просто показывает, вот здесь твои пациенты, если это сонаро, вот здесь пациенты, которые с тобой закуплены, вот сонаро, вот медицинская карта, вот разделы, вот так ты их открываешь, а вот здесь вот кнопка, где ты записываешь свои записи, или первичный прием, или дневник, или выписной эпиклис. Точно такие же учебные курсы есть и для врачей поликлиники, и для медсестер, и для регистраторов приемного отделения, и для регистраторов регистраторы. И эти учебные курсы, они висят на основном портале, и каждый специалист может к ним всегда вернуться и ничего прочитать. Но вот почему я остановился на портале, потому что он обратил внимание и на информационные системы, и на обучение, и организацию взаимодействия всех вместе. То есть задача главного врача сказать, что мы работаем все вместе, задача информационной системы создать единое пространство, и задача учебного центра всех обучить не только правильно мыть руки, не только правильно использовать свои медицинские приборы, но и правильно использовать информационные технологии, чтобы всем оказаться в этом едином пространстве. Поэтому этот процесс безграничный, но он очень интересный и нам очень нравится. Но в результате у нас получается другая ситуация. Если врач хочет где-то совмещать в другом месте, он приходит и спрашивает, «А у вас есть информационная система в больнице, куда он хочет идти?» «Нет, нету». «Нет, я к вам не пойду, потому что я уже без этого работать не хочу, неинтересно». «А у нас интересно». Поэтому вот такая ситуация получается. Да, готовим мы сами, да, это непросто, но зато получаются очень хорошие результаты, и большинству специалистов это нравится. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Дорогие друзья, последние годы научили нас очень многому, и в том числе общаться онлайн. Мы можем находиться в разных местах и в то же время разговаривать друг с другом. Те доктора, которые были в самом начале, в самом начале медицины, те, которые формировали понятие медицинских записей, конечно же, были лишены такой возможности. Но надо сказать, что именно они, создавая вот эти покрохом, собирая крупицы знаний, формируя вот эти медицинские записи, изделили ли медицину той, которую мы знаем сегодня. Конечно, на протяжении веков цель создания, цель медицинской записи была сохранить собственное знание и улучшить качество лечения последующего пациента, который может обратиться через какое-то время, просто для того, чтобы не забыть. И мы знаем, что труды Авиценны, труды Галена, они передавались от учителя к ученику, и, собственно говоря, учили последующее поколение докторов. Но ситуация и время менялось, и подробное описание лечебного процесса создало вот эту технологию распознавания болезни, выявление наиболее эффективного способа лечения. И мы с вами, конечно, понимаем, что в данном случае опыт одного, даже очень талантливого доктора в данной ситуации может оказаться, ну, скажем, не слишком адекватным. Поэтому, конечно, нам нужны более какие-то широкие сведения и более широкие данные. Вот описание вот этого технологического процесса – это источник и знаний, и в то же время это источник ошибок. Генассамблея ВОЗ в 2005 году признала, что 20% врачебных ошибок происходит из-за того, что информации просто нет. Доктора забывают написать, да, какие-то сведения, что-то отметить в карте. А 40% проблем возникает из-за того, что в документах содержатся ошибки данные, неправильные. На мой взгляд, вот этот вот период, который мы переживали, который был полон анекдотов о врачебном почерке, возник на переходе, на стыке, когда вот те накапливаемые данные сдавались в архив, они не могли, собственно говоря, обеспечивать те знания, которые бы мы передавали дальше или использовали в своем жизненном опыте. То есть вот эти гигантские бумажные архивы, на мой взгляд, они, по сути дела, лишили вот эти медицинские записи жизни. Хотя, если мы вспомним труды, и, может быть, вы читали какие-то оформленные художественные истории болезни больных пациентов начала прошлого века, да, то есть это начало 1900-х годов, это какие-то совершенно фантастические работы, которые позволяют развернуть жизнь пациента, да, развернуть жизнь его врачей, его домочадцев. Это было безумно интересно. Но со временем буквы перестали что-то значить, да, их сдавали в архив. И, конечно же, давайте мы будем писать целыми предложениями, сказали врачи, и появилось то, что появилось. Ну, понятно, что каждый из нас здесь может прочитать все, да, то есть каждому из нас здесь все понятно, но я боюсь, что обывателю и пациенту, скорее всего, что-то непонятно останется. К сожалению, вот этот процесс, как бы, да, вот этот процесс архивирования и утрачивания такой глобальной значимости медицинской записи, он чуть-чуть не сделал главного, чуть-чуть не утратил суть самой медицинской записи. Ведь медицинская записи – это информация. Информация в глобальном смысле слова. И медицинская запись вначале, она содержала сведения о лицах, это был не только пациент, да, это были его родственники, предметах, фактах, событиях, явлениях, процессах, которые происходили независимо, ну, вот как в последние годы, да, пандемия вообще от нас никак не зависела, представление тех, кто использовал какие-то новые методы и что получалось в процессе принятия решений. То есть это была информация чрезвычайно важная. Но только лишь когда появилась вот эта концепция информатизации, когда информационные технологии, ну, ворвались в медицину, появилось четкое понимание того, что медицинские знания, медицинские данные должны быть, а, доступны, должны обеспечивать доступность медицинской помощи, прошу прощения, обеспечивать безопасность и быть очень качественными, то есть определять качество медицинской помощи. Если мы, то есть компьютерная или информационная технология, информационные технологии розни, и, конечно же, мы были рады, когда появились первые редакторы, там, лексикон или, там, кто-нибудь помнит еще какие-то более древние, когда мы могли набирать просто текст. И этот текст, конечно же, был очень удобно читаем, но он был, по сути дела, все равно потенциально архивируемый, то есть это был текст в архив, и когда появилось вот это понимание того, что вам нужны формализованные данные, те данные, которые структурны, которые подлежат анализу, тогда появилась, конечно же, вот эта концепция огромного, такого большого, я бы сказал, плюса вот этих всех формализованных данных. Ну, это и автоматизация, во-первых, медицинских записей, это однократный ввод, то, о чем многократно говорится, это возможность использования единой медицинской терминологии, это возможность контроля вводимой информации, но, конечно же, есть большой минус, врачи инертны, и мы до сих пор сталкиваемся с тем, что этот минус врачами предъявляется громоздкость заполняемых медицинских форм. Да, мы говорим, да, уважаемые друзья, мы живем в то время, когда форма громоздка, но нужно сделать ее однократно, и больше к ней не возвращаться. Конечно, вроде как проще, да, вот такую пустографку, отметить, жалобы, да, нет, что-то подчеркнуть, или, конечно, да, вот заполнить вот такой вот сложный шаблон, да, вот он многоуровневый, разбитый на страничке, и, собственно говоря, здесь же у нас есть возможность проконтролировать, что мы пишем. Если в пустографке мы можем поставить прочерк, то здесь такого прочерка мы не поставим. Если мы жалобы не написали, то, соответственно, система нам будет сообщать об этом, да, что, уважаемый доктор, вы что-то не то сделали. Безусловно, и тут наша вот информационная система, КОМС, чему я, конечно, очень рад, что я работаю на этой системе много лет, 15 лет, и тут, как бы, да, мы находим какие-то способы облегчить жизнь работы врачей. На вот эти вот большие шаблоны, шаблонные записи, мы накладываем шаблоны, которые нозологически так или иначе имеют особенности. Да, то есть, ну, мы можем одну и ту же карточку, одну и ту же историю болезни для пациента с ЭБС, пациента с ХСН и с артериальной гипертензией написать по одной схеме, но это будет чуть-чуть по-разному. В нашей системе это предусмотрено, и, безусловно, это чрезвычайно удобно. Медицинские данные, медицинские данные, это, по сути дела, биты, байты, это информация. И медицинские учреждения аккумулируют невероятные, огромные объемы медицинской информации. Ну, по оценкам Гарднера, это 30% всех данных, которые происходят, собираются во всем мире. По-хорошему, может быть, это и так. Потому что в медицине известно свыше, чем 10 в пятый, я даже не стал писать эти нули, огромные цифры, симптомов. 10 в пятый, да, симптомы? Это 100 тысяч, более 100 тысяч. Более 10 в пятый лекарственных препаратов, более 10 в четвертый лекарственных болезней. А если мы все это еще скомпонуем, то это совершенно представляется в какие-то невероятные масштабы. И это, собственно говоря, только то, с чем работает каждый практический доктор. Словарь клинических терминов, то есть вот наш докторский язык, насчитывает 30 тысяч основных терминов. И мы должны ими также оперировать. И это тоже медицинские данные. К сожалению, мы сейчас с вами... Нет, я неправильно сказал. Не так, не к сожалению. Мы живем в то время, когда доказательная медицина дала нам огромный, мощнейший инструмент понимания того, как лечить, что делать. Но рандомизированные клинические исследования не могут дать больших данных. Самые большие исследования включают 15, 20, 30 тысяч пациентов. А что происходит на самом деле, мы не знаем. Потому что вот эти вот большие данные, они находятся в реальной клинической практике. В тех реальных медицинских записях, которые ведут врачи. Именно это бигдата. Это именно то, что необходимо собрать, скомпоновать, проанализировать и сделать вот такое вот красивое, да, четкое, структурированное решение. И эти данные, уважаемые коллеги, лежат в реальной клинической практике. Реальная клиническая практика очень сильно отличается от того, что мы называем рандомизированными клиническими исследованиями. Да, вот такие вот четкие, подобранные, нозологически выверенные пациенты, такие балеринки, да. А кто к нам приходит на прием, да, кто нуждается в нашей помощи? Ну, совершенно другие люди. Ну, как правило, другие люди. И вот потребность в том, чтобы наконец, как бы, да, придать легитимность вот этой реальной клинической практике, основанной на медицинских записях, она озаботила регулятора, и FDA, это важнейший регулятор, который определяет, в общем-то, тенденции, тренды, направления мировой медицины. В конечном итоге готовит, выпустил проект, и готовится его окончательная версия по тому, как относиться к тем данным, которые мы получаем из реальной клинической практики. Там будет много чего, там будут разные вещи, но мы, конечно же, все с вами понимаем, что в основе всех медицинских данных, в основе способов лечения лежит что? Лежит цель, едина цель, единственная цель обеспечить качество медицинской помощи. Ну и триада Днебидиана, это то, что в кавычках, это мои дописания, это то, что я для пояснения вставил, что триада Качеоценки качества состоит из трех компонентов, ну триада из трех. Качество структуры медицинских записей, качество описания процесса, это тоже медицинские записи, и качество оцененного в конечном итоге результата. Была сформирована концепция требований к медицинской информации. И вы посмотрите, эти требования, по сути дела, нам из институтской поры, каждому доктору, внушались нашими преподавателями, когда мы писали вот эти огромные тома медицинских карт. Информация должна быть ценной, значимой, достоверной, полной, актуальной, доступной, конфиденциальной. То есть мы не должны ее сообщать никому, кому не попадя. И, конечно же, целостной, потому что должна быть защита от искажений и удаления данных. Именно поэтому, если вы вспомните, есть старый-старый приказ, который требует, если вы ведете карту в бумажном виде, использовать клей. Не степлер, а клей, для того, чтобы вот эти удаления данных избежать. Ну и очевидно, да, ваш выбор. Вот, чтобы обеспечить эти данные, мы можем продолжать писать вот эти вот тома медицинских карт, ну или использовать информационные технологии. Я выбираю, конечно же, использовать медицинские информационные технологии. Тем более, в сфере изменения последовательства, когда наша медицинская помощь должна быть основана на, в том числе, клинических рекомендациях, мне бы хотелось, чтобы на основе моих записей, которые я веду в медицинской информационной системе, мне система же помогала, ну, собственно говоря, вспомогала найти то, что мне необходимо. Да, вот на данном экране вы видите классическую такую квинтэссенцию, самую важную медицинскую запись процесса, это тоже медицинские записи, и качество оцененного в конечном итоге результата. Была сформирована концепция требований к медицинской информации, и вы посмотрите, они, эти требования, по сути дела, нам из институтской поры, каждому доктору, да, внушались нашими преподавателями, когда мы писали вот эти огромные тома медицинских карт, да, информация должна быть ценной, значимой, достоверной, полной, актуальной, доступной, конфиденциальной, то есть мы не должны ее сообщать никому, кому не попадя, и, конечно же, целостной, потому что должна быть защита от искажений и удаления данных. Именно поэтому, если вы вспомните, есть старый-старый приказ, который требует, если вы ведете карту в бумажном виде, использовать клей, да, не степлер, а клей, да, для того, чтобы вот эти вот удаления данных избежать. Ну и, очевидно, да, ваш выбор. Вот, чтобы обеспечить эти данные, мы можем продолжать писать вот эти вот тома медицинских карт, ну, или использовать информационные технологии. Я выбираю, конечно же, использовать медицинские информационные технологии, тем более в сфере изменения последовательного, последнего изменения законодательства, когда наша медицинская помощь должна быть основана на, в том числе, клинических рекомендациях, мне бы хотелось, чтобы на основе моих записей, которые я веду в медицинской информационной системе, мне система же помогала, ну, собственно говоря, вспомогала найти то, что мне необходимо. Да, вот на данном экране вы видите классическую такую квинтэссенцию, самую важную медицинскую запись, это диагноз пациента, ну, вот здесь он и кодирован, и описана его клиническая часть. В системе у меня есть такая кнопочка, где я могу посмотреть рекомендации для текущего пациента, собственно говоря, вот по всем диагнозам система подгружает мне утвержденные Минздравом рекомендации, и я, собственно говоря, эти рекомендации могу раскрыть и почитать, да, и сделать вывод, что полезно, что не полезно, что может быть противопоказано моему пациенту. Качественное ведение медицинских данных – это не пустой звук, как вы понимаете, уважаемые коллеги. Действительно, этот процесс, да, этот процесс, по сути дела, и регулируется некоторым документом, который вы видите перед собой, то есть это форма 003, 025 и 112, и эта форма описывает медицинскую карту. Так вот, медицинская карта, она состоит из вот этих кусочков медицинских записей. Она сама по себе медицинская запись, но она описывает процесс. Она недаром хранится 25 лет, она оформляется по каждому случаю у пациента, при каждом контакте с врачом, по любому заболеванию, да, она служит для разных вещей, ну и, кстати, она должна быть оформлена разборчиво и четко и ясно. Вот этот вот маршрут пациента в медицинской карте, конечно же, проследить достаточно сложно, потому что, ну, если это карта амбулаторная, медицинские записи, их нужно пролистать, как минимум изучить, ну, если это карта стационарного пациента, то тут все еще сложнее, надо заказать ее, знать, что он был, и эти карты как-то сопоставить. В медицинской информационной системе весь маршрут пациента мы видим, да, все, что происходит с пациентом, мы можем увидеть на одном экране с точностью до минуты, когда и что произошло, и мы с вами точно знаем, что этот маршрут регламентирован, и у нас существуют регламентирующие документы, 203 приказ, например, да, или алгоритмы качества в амбулаторных клинических рекомендациях, так вот мы можем идти по этой табличке руками, сверяя бумажный или электронный носитель, а можем использовать электронную медицинскую систему. Так вот, электронные записи могут быть электронным образом проанализированы, и вот на данной картиночке, вот на данном слайде вы видите, да, что доктор сам, сам самостоятельно в любой момент своего приема нажимает кнопочку контроль качества и видит, что по этому пациенту в соответствии с его критериями, его диагнозом должны быть выполнены такие-таки шаги, зеленым помечены те, которые выполнены, красным, которые нет, и доктор видит даже прогресс, да, насколько он качественно все сделал. Полечил пациента, прогресс продвинулся, да, вот уже там 78, ну, доктор молодец, да, вот, собственно говоря, доктор молодец, и у нас есть пилотная организация, пилотное учреждение, в котором запустили эту систему, и оказалось, что за 4 месяца самоконтроля, никто не проверял докторов специально, вот появилась эта кнопка, и доктор мог проверять, да все ли он сделал, так вот оказалось, что за 4 месяца к претензии экспертов к медицинским картам уменьшили с 16 до 3 процентов. Я думаю, что 16 это, ну, так, по знакомству было, да, потому что, конечно же, претензий достаточно много на сегодняшний день к качеству медицинских записей. Конечно, медицинские записи сами по себе, в электронном виде, да, в электронном виде, они, возможно, не представляют той ценности, когда они до тех пор, пока они не собираются в какую-то единую электронную медицинскую карту, и такой приказ, такой национальный стандарт начинает существовать и начинает в последнее время активно внедряться, это такой тренд, да, СЭМДы, да, мы, это слово мы слышим даже от тех врачей, которые не очень понимают, что это значит, структурированные электронные медицинские документы. СЭМДы предполагают, они заложены, да, они заложены законом, они заложены национальным проектом здравоохранения. Идея СЭМДа собирать структурированные электронные медицинские данные в единую карту пациента. Нет, не так, в единую карту, медицинскую карту россиянина. Где бы человек ни жил, чем бы ни болел, у него должна быть единая медицинская карта. И для нашей системы, и я просто знаю, мне поделились некоторые коллеги, что медицинские записи, которые появляются у других людей, у других представителей медицинских организаций, ну, это довольно сложный процесс, да, доктор пишет свою запись, потом открывает требования, которые вот определяются вот этим регламентом в нашей системе. Слава богу, мы избавлены от этого. Все СЭМДы, все структурированные данные формируются из первичных данных. Доктору ничего не надо делать. Он пишет свой прием, ну, может быть, за некоторым исключением, там, особо важных полей, которые объявлены обязательными, он пишет свой прием, нажимает кнопочку подтвердить, и у него в СЭМД, в ЕГИСС, на портал госуслуг, везде, куда это требуется, отправляется вот такой структурированный документ, вот, который может прочитать только программист, ну, или вот такой вполне себе приятный текстовый документ. Доктор видит, что такой документ отправлен, и, с чувством выполненного долга, выписывает пациенту справку и дает лекарство. Если представить, ну, буквально, буквально несколько слов, я бы хотел вот представить такую эталонную, некую эталонную клинику, в которой применяются вот тотально, да, цифровизация медицинских данных, и медицинские записи, они тотально попадают в единую МИС, все потоки сходятся в единую базу, и, собственно говоря, тогда мы говорим о том, что в этой медицинской информационной системе есть все, и в нашем понимании это не просто МИС, а это экосистема. И я еще раз действительно испытываю большое удовольствие, что я работаю как врач, работаю в этой системе, и участвую как медицинский советник в развитии этой медицинской системы. Это экосистема для медицинских организаций. На этом слайде вы видите, чем отличается просто медицинская информационная система, нет, не просто, а продвинутая, широкая, да, хорошая информационная система, от экосистемы, да, это и управление, и финансами, и техобслуживанием, ремонт, потоки, вы все видите на этом слайде. Не думаю, что мне это нужно повторять. Таким образом, подытоживая свое выступление, я хочу сказать, что от момента, когда первый доктор взял в руку перо, или там палочку для написания на глиняной досочке, и записал первые медицинские данные, до сегодняшнего момента, когда мы имеем структурные, структурированные электронные медицинские данные, прошло невероятно много лет. И эти годы прошли не зря. Мы научились лечить пациентов, мы научились их холить, лелеять, и мы увеличили продолжительные жизни, в том числе и благодаря тому, что мы научились вести медицинские записи. Спасибо большое за внимание, благодарю вас, буду рад встретиться снова. Владимир Сергеевич, большое вам спасибо за ваш интереснейший доклад, за что вы поделились опытом в вашем использовании функциональной системы. Есть у нас вопрос к Владимиру Сергеевичу. Тогда мы переходим к следующему докладу. Следующий доклад. Об организации реабилитации современной клиники нам представит руководитель отдела международной классификации и системы реабилитации и обилитации ПГБУ ФМЦРИ имени Альбрихта Александр Владимирович Шашмин. Александр Владимирович, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Михаил Юрьевич, добрый день. Меня слышно, видно? Прекрасно вас слышно. Прекрасно видно ваш институт. Но не видно вас самих. У вас что-то загораживает камеру. Большое спасибо за возможность рассказать о организации современной клиники, процессе реабилитации, основанной на МКФ. Мы как сотрудничество Центра ВОЗ постоянно с этим сталкиваемся. И, соответственно, большое количество вопросов, которые вызывают и недоумение по выполнению приказа и внедрения, о мне нам очень хорошо понятны. Ну, во-первых, что такое реабилитация? Это основная комплексная услуга для людей с разными заболеваниями в течение жизни и во всех этапах неотложной, подострой и долгосрочной помощи. И как воздействие на здоровье, направленное на условия жизни человека, сосредоточив основное внимание, прежде всего, на улучшении функционирования и сокращении инвалидности, но не с точки зрения справочки инвалидности, а с точки зрения глобального понимания состояния человека. И здесь вот цели устойчивого развития, они позволяют нам как-то сосредоточиться на том, что же надо делать. Мы имеем с вами три основных типа классификации ВОЗ, которые включены в более широкий перечис, семейство экономических и социальных классификаций ООН. И сейчас наблюдается переход в МКБ-11, технический перевод уже сделан, и где-то не менее 30% групп диагнозов будут переструктурированы, и нам еще предстоит огромнейшая работа по изучению. И там эта классификация довольно существенно изменяется, симптомы, синдромы, расширения появляются и так далее. Мы, может быть, немножко вскользь это упомянем, чуть подальше. Следующая классификация – это МКФ, на которой строится вся реабилитация, международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья. И как это реализовать? Есть еще классификация медико-социальных вмешательств. Кстати, проект медицинских вмешательств, который сейчас на сайте инициатив находится, он тоже очень интересно сделан и тоже завязан на МКФ. Значит, какая нормативная база у нас сейчас есть для того, чтобы реабилитацию толкать вперед? Ну, это приказы по реабилитации взрослых и детей, два ГОСТа по целевым показателям реабилитационных услуг и оценка результатов реабилитационных услуг. Причем ГОСТ, обратите внимание, работает с 2018 года, с 1 января. И по ранней помощи детям и их семьям есть такое еще направление реабилитации, есть методические указания Минтруда России, которые рассказывают, какие услуги есть в этой сфере и как они должны воплощаться. Ну, ранняя помощь – это отдельная песня, и кто хочет с ней более глубоко ознакомиться, с 30 мая по 3 июня мы проводим школу-семинар, посвященную этому вопросу. Значит, основная идея реабилитации. У нас есть некая модель здоровья. Вот эта биопсихосоциальная модель, описанная в МКФ, она является основой подхода к состоянию человека. Если состояние здоровья вот в верхней части этой модели это то самое, что имеет отношение к МКБ-10, и в данный момент в нашей стране описывается по МКБ, то функции организма и структуры организма, активность человека, его участие в жизни общества в зависимости от факторов окружающей среды и его персональных факторов – все это имеет отношение к МКФ. Значит, классификация имеет довольно жесткое и строгое значение. Это отнюдь не мнение отдельных экспертов, как было написано в основной публикации, посвященной МКФ, но это, собственно, классификация. У меня возникает очень большой вопрос, откуда разные специалисты и разные клиники берут эту классификацию. Как сотрудничество Центра ВОЗ мы не имели ни одного обращения, кроме КУМС, о том, чтобы предоставить эту классификацию. И она растет, развивается. То, что висит на сайте ВОЗ, это примерно 2011 года, то есть 11-летней свежести, скажем так. В КОД принимается порядка 50 новых категорий МКФ, которые развивают, дополняют, уточняют. Вот с чем работают специалисты, остается большой вопрос. Потому что вот эти элементы активности и участия – это четко обозначенные определения, которые имеют свой смысл, которые имеют включение и исключение, и позволяют понять, применим этот КОД суда или не применим. Значит, фактор окружающей среды – очень такая сложная, неожиданная вещь, которую у нас очень редко понимают коллеги. И факторы окружающей среды, они, несомненно, влияют на реабилитацию. Ну, такой простой пример. Острое состояние пациента привезли, он уже понимает, что ему сейчас окажут помощь, он немножко как бы расслаблен, но видно напряжение. И оно ничем не снимается. Когда, в конце концов, к нему подходят, спрашивают, в чем проблема, а у него проблема в том, что у него кошка одна в квартире осталась. Он понимает, что он завис здесь на какое-то время, а кошка одна в квартире. Из-за этого дергается. Его состояние ухудшается, и пока не начнется вот эта часть реабилитации социального работника, который каким-нибудь образом попадет к этой кошке, в общем-то, пациенту лучше не станет. Оценка в цикле реабилитации. Мы должны, как только что прозвучало, постоянно смотреть, а что мы делаем, как мы делаем, и использовать только доказательные методы. Мы имеем цикл классической организации реабилитации. У нас есть первичная оценка, вообще наш, не наш пациент. Оно же ставится в реабилитации или нет. Углубленная оценка. По тем местам, которые выявили о том, что необходима реабилитация, мы проводим более углубленную оценку, и это позволяет нам перейти к следующему этапу, нарисовать, собственно говоря, катериальный профиль, то есть, а что же с пациентом происходит. Значит, первичная оценка, углубленная оценка, и здесь есть вредности наших приказов Минздрава. Во-первых, очень пренебрежительное отношение к терминологии. Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья была придумана как следующий шаг после болезни. Это непрерывный процесс. А мы говорим реабилитационный диагноз. Это какая шизофрения должна быть у людей? Диагноз – это устоявшаяся, конкретная, а реабилитация – это непрерывный процесс. То есть, ну, вот в моей главе это плохо совмещается, я бы все-таки немножко на месте законотворчества подумал над этим самым. Шагеремы, которые заставляют, калерки, вы это прекрасно знаете, всем писать троечку. Иначе что у нас на выходе? Нам ОМС не оплатит. Ну, мы либо работаем на пациента и объективно описываем ситуацию, либо занимаемся зарабатыванием денег. В данный момент приказ Минздрава, он как бы к этому нас толкает. Значит, мы сделали категоральный профиль, и следующий этап, ведь любая информатизация – это технология. И МКФ – это тоже технология. И это технология, которая вот здесь я с Михаилом Юрьевичем немножко не соглашусь, потому что любая информатизация, она меняет технологию. Она заставляет людей работать лучше, качественнее, и акценты переносит с одних мест на другие. Она становится другой. И мы должны обучать не использованию информационной системы, а той технологии, той идеологии, которая заложена в инструменты, лежащие в основе создания этой информационной системы. И мы говорим о том, что когда мы применяем МКФ, совершенно не нужно брать вот эти 1800 кодов, и они все больше, 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 каждый год. А только те, которые имеют положительный ресурс, либо несут отрицательное воздействие на пациента. Могут быть изменены, если они не могут быть изменены, зачем они нам нужны? Влияет на цели одного или нескольких циклов реабилитации. Соответственно, есть еще одна воронка, которая позволяет уйти от 1800 прийти к более-менее вмятному количеству информации. Это базовый набор МКФ. ВОЗ разработала в зависимости от либо диагноза, либо случая, например, профессиональная реабилитация или просто общий реабилитационный базовый набор, наборы МКФ, которые позволяют на основе 50-60 категорий МКФ полностью оценить в рамках биопсихосоциальной модели. Это очень сложный процесс. Каждый набор разрабатывается от 3 до 5 лет и проверяется, утверждается Всемирная организация здравоохранения. На сайте CoreSet они расположены, но какие-то наборы мы перевели на русский язык. Наборы, которые для детей, например, для расстройства аутистического спектра, они разбиты по возрасту. Вот здесь как раз на слайде попалось раз от 0 до 5, от 6 до 16, и взрослые дальше идут для работы с расстройством аутистического спектра. Обратите внимание, какое нетрадиционное вообще деление на возраст. Если вы возьмете базовый набор для детей для церебрального паралича, там будет другое деление. И это обусловлено спецификой. И здесь технология, которая следует работы дальше с этим базовым набором, она существенно будет другая. Ну и я хотел вам показать, как это может быть реализовано с работой после коронавирусной инфекции. Взяли базовый набор пульмонологический и посмотрели, как можно оценить функции структуры организма, активность человека, его участие в зависимости от факторов внешней среды и персональных факторов. И все эти методики, которые достаточно хорошо распространены у нас, вот они применяются, раскиданы по специалистам, мультидисциплинарная бригада. То есть мы сначала готовим специалистов, а потом издаем приказ, а не наоборот. Издали приказ, ой, господи, а нам его реализовать-то некому. И, соответственно, мы оцениваем функции структуры. В, собственно говоря, активность и участие, ну, ФИМ все знают, СФ-36 и так далее, они значительно облегчают нам понимание того, что происходит, и мы можем сформировать вот этот самый, что неправильно называется, реабилитационным диагнозом в приказе состояния человека, категориальный профиль, на основе которого можно выстроить дальнейшую работу с пациентом. То есть вот эти все широко распространенные международные тесты, они имеют место быть. Но их нужно уметь подтягивать к этим категориям и знать, что сделать. Вот в итоге мы вот правый верхний ум мы получаем вот такую категориальную картинку, которая описывает состояние пациента. Теперь нам нужно использовать самое главное, что есть, это степень выраженности нарушений. Если диагноз, это просто диагноз, да, условный инсульт, но инсульт, то в МКФ каждой категории придан степень выраженности нарушения. Что это дает? Это дает, во-первых, постановку цели. Мы можем сконцентрироваться на чем-то одном и посмотреть, а что же нам нужно сделать. Причем этих целей может быть несколько. И они являются значимыми для пациента. То есть мы должны каждый раз смотреть, а что хочет клиент. Потому что если мы будем делать то, что мы считаем нужным, мы, скорее всего, потерпим неудачу. Мы должны посмотреть, в чем нуждается человек, которого мы реабилитируем. И только согласовав с ним, мы выстраиваем иерархию целей и идем постепенно от одной к другой. Следующее, это, собственно говоря, таблица вмешательств. Мы должны сделать соотношение между категориями МКФ, степенью выраженности нарушения и непосредственно реабилитационным вмешательством. К этому реабилитационному вмешательству можно еще приписать и специалистов, которые отвечают за это вмешательство. После чего у нас получается некая программа реабилитации. И она является уже индивидуальной. И мы это понимаем, потому что мы выбрали именно те категории МКФ, которые характерны для этого человека, поставили цели, которые отвечают его потребностям, и тогда мы уже говорим, что вот этой междисциплинарной командой мы можем работать с этим человеком. И упаси Бог, работать одновременно около его кровати. Не надо такого делать, надо спокойно в своем режиме, в том, в котором мы привыкли. Информационные технологии позволяют нам объединить наши данные и на тот случай, если эта программа выполняется не в одной организации, а в несколькой, как, например, реабилитация инвалидов, комплексная, там, медико-социальная экспертиза прописывает эту программу реабилитации, и это расходится по исполнительным органам государственной власти. Это вообще разные ведомства. Но у нас может быть куратор случая, который вот это все объединяет и ведет пациента непрерывно, не теряя никакие данные. Тот самый идеальный случай, когда мы имеем общий пул информационной технологии и данные присутствуют рядом с пациентом. Ну и зачем мы все это делали? Мы должны это оценить. Мы должны оценить результат нашей работы. И здесь мы помним те цели, которые мы поставили. Степень выражения нарушений по МКФ позволяет посмотреть, а что же случилось после реабилитационного цикла и сравнить одно с другим. То есть мы сравниваем категориальный профиль до воздействия и после воздействия. И вот эти две картинки, а если ее напечатать красиво и показать пациенту и сказать, послушай, дорогой, вот видишь, это была картинка до того, как ты к нам попал, а это вот после того, как мы тебя реабилитировали. И вот эти маленькие, незаметные для человека, а он же каждый день просыпается, встает вроде как и вчера, точно так же. А завтра он опять, вот вчера же было то же самое. Он же не замечает, что у него происходит. А когда мы ему объективную картинку показываем, то у него изменяется и само отношение и к нам, и к результатам, и к достижению тех целей, которые мы вместе с ним поставили. Ну и, соответственно, мы можем посмотреть динамику. Вот эти технологии оценки состояния не обязательно использовать только до и после. Мы можем это делать и в серединке на всех этапах реабилитации, и мы можем проанализировать действия отдельных технологий, в разные срезы сделать, но это уже такая расширенная аналитика. Благодарю за внимание, если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. коллеги, Михаил Юрьевич. Переходим к следующему докладу. Следующий доклад посвящен теории и практике обоснования управленческих решений на основе результатов виртуальных экспериментов с цифровой моделью медицинской организации. Представит нам доклад Игорь Анатольевич Красильников, ведущий специалист отдела эмоционального моделирования Национальный медицинский и средский центр имени Алмазова. Игорь Анатольевич? Да, сейчас начинаю. Запускаю экран. Так, виден экран? Да, все запустилось. Просим вас. Хорошо. Итак, коллеги, начну немножко теория. Теория моделирования. Это для исследования исходного объекта создается его образ, модель. Далее исследуется эта модель и на основе этой модели, собственно говоря, и принимаются решения, что нам можно делать или что нельзя делать с объектом оригинала. На данном слайде бегают человечки. Михаил Юрьевич. Алло. Михаил Юрьевич. Показан процесс диспансеризации сельского населения Новгородской области передвижными мобильными медицинскими бригадами. И запустив модель, в которой включены в качестве параметров полувозрастная структура сельского населения Новгородской области, длительность отдельных манипуляций. Мы можем оценить степень различных характеристик проводимой диспансеризации, в том числе, обратите внимание, использование флюорографа и маммографа. Флюорограф загружен не более чем на 40%, маммограф не более чем на 20%. Ну, это, наверное, сигнал тому, что нужно продумывать какие-то аспекты реорганизации, передвижной диспансеризации. Итак, что такое моделирование? Это метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью с достаточной точностью, описывающей реальную систему. Это всегда исполняемая модель. Вы запускаете и она строит траекторию изменения состояния системы. Параметры модели носят стахастический случайный характер, поэтому результаты моделирования варьируют от запуска к запуску. При этом в инвестиционной модели мы можем включить параметры, которые для других методов практически недоступны. например, график работы персонала вероятность выхода оборудования из строя и другие. Ну и сама визуализация, особенно динамическое 3D-моделирование позволяет лучше контролировать правильность моделирования и более наглядно отставлять анализируемые процессы. Для чего нам нужно моделирование? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим, как принимаются управленческие решения. Традиционно по результатам работы медицинской организации создается блок различной аналитической информации, дашборды, таблицы и так далее. Далее все это становится доступным лицу принимающему решения и на основе такого критериального отбора по качеству доступности и стоимости принимается какое-то решение. Меняется штатное расписание, оборудование, организация работы, тратятся средства, но результат, как мы видим, может оказаться даже отрицательным. Очередь была средняя, стала очень большой. Каков смысл включения имитационного моделирования? В результате мы можем заниматься принятием управленческих решений на основе прогнозов будущего. Имеется объект моделирования и строим его цифровой двойник, который включает модель бизнес-процессов формализованную и собственно имитационную модель. И когда в распоряжении руководителя появляется такая модель, он может провести так называемые виртуальные эксперименты и так называемые провести вот иф-анализис, то есть что будет если. При этом меняя для каждого варианта виртуального эксперимента те или иные параметры и затем уже посмотрев увидит какие результаты получены может приниматься на основе опять же взвешивания качества доступности стоимости управленческое решение которое с очень высокой вероятностью будет высоко эффективным. Еще в 2018 году Boston Consulting Group сделала заключение что в будущем вероятность столкновения с очередями и хаосом в больничных коридорах будет минимально поскольку больницы будущего будут инвестировать много усилий в идеально отлаженные процессы. Что нам нужно для того чтобы построить цифровую модель медицинской организации? Ну во-первых надо четко понимать что из себя представляют потоки пациентов далее каков медицинский вспомогательный персонал площадь помещения оборудования и что очень важно последовательность и длительность этапов диагностики и лечения. Ну заключение график работы и другие внутренние внешние факторы. Для того чтобы построить имитационную модель естественно необходима информация. Вот упоминавшаяся сегодня система NISQMS это транзакционная система где фиксируется события в процессе оказания медицинской помощи. Далее мы из этой системы можем и должны извлечь преобразовать данные так чтобы построить революционное хранилище данных. Кроме того для модели обязательно придется проводить интервью с медицинскими работниками для уточнения особенностей их работы. Далее возможно какие-то процессы нужно будет хронометрировать и что немаловажно необходимо иметь цифровые планы здания поскольку инфекционные модели всегда развиваются в пространстве. Когда мы все это будем иметь можно уже будет построить модель бизнес процессов стандартной нотации и дальше используя специализированное программное обеспечение Flexim HealthCare можно строить собственную инфекционную модель. В качестве примера приемное отделение в центре Алмазова приемное отделение главного клинического корпуса инфекционная модель которая показывает прохождение пациентов они входят с двух разных входов попадают в регистратуру и обратите внимание на красные кружочки это интенсивность пересечения потоков пациентов чтобы было крайне важно оценить в период пандемии ковидной процессе работы инфекционной модели о каждом объекте снимается необходимая информация например в данном случае определена загруженность регистратуры а также количественная оценка пересечения отдельных пациентов далее теперь как должно быть а должно быть наверное несколько по-другому с тем чтобы потоки пациентов не пересекались были подготовлены были подготовлены модели где рассматривались разные варианты того что вы сейчас видите на экране то есть прежде всего попытались переместить кабинет врача количество пересечений уменьшилось в течение 8 часов работы уменьшилось с 90 до 69 добавили новый кабинет врача уменьшилось до 26 и самое кардинальное является создание отдельных ходов для плановых экстренных пациентов что практически ликвидировало проблему пересечения потоков именно это в настоящее время и сделано в приемном отделении реагнизация работы которого произведена в том числе с учетом инновационного моделирования при этом когда мы набрали достаточно много информации по действию модели мы можем ее визуализировать в виде тепловой карты слева потоки красного оттенка это достаточно интенсивные пересечения справа практически только зеленого цвета это как после реконструкции когда мы имеем построенную имитационную модель используя программное обеспечение мы можем увидеть что происходит изнутри модели для этого нам уже не требуется таких дополнительных действий достаточно лишь нажать кнопку и мы видим как в модели приходят пациенты с ними работают специалисты пациенты идут для соответствующих исследований каким-то кабинетом ожидают когда освободится медицинский работник ну и так далее вот это возможность инфекционной модели позволяет рекомендовать ее для использования например для инструктажа персонала может быть для проведения учебного процесса одним из интересных проектов которые реализуются в настоящее время это так называемый проект кубик синдромная диагностика в центре Алмазова предполагается в течение суток диагностировать причины боли в груди боли в спине боли в суставах и другие синдромы с тем чтобы можно было оперативно назначить необходимое лечение естественно что например для синдрома головной боли необходимо провести достаточно много диагностических исследований показано справа и затем получить направление на лечение для того чтобы реализовать эту модель для трехэтажного здания но оно такое в виде кубика поэтому сам проект так назвали были построены цифровые поэтажные планы и запустили модель например она сработает в течение первого часа при среднем потоке пациентов и при повышенном потоке пациентов справа оранжевый на этих оранжевых сегментах это получение собственно медицинской помощи а вот темно-красное это режим период ожидания достаточно очевидно видно что при среднем потоке пациентов непосредственно медицинская помощь оказывается 43% времени а вот при повышенном потоке более 70% времени пациенты находятся в режиме ожидания естественно что нас интересует получение максимальной пропускной способности для этого мы запустили модель в течение четырех недель и в процессе этих четырех недель в разных экспериментах оценивалось сколько же может пройти обследование ну вот первоначально то что было запланировано когда в штате был три невролога один кардиолог один ревматолог один и когда я снималась на приеме у кардиолога то пропускная способность была около ста четырех было около ста человек если мы рассмотрим крайне правый вариант когда в дополнение к прием неврологам добавили двух кардиологов а и когда стали проводить до приема кардиолога тут пропускная способность увеличилась в два с половиной раза следующий проект который осуществлялся в центре Алмазово это оценка трудозатрат среднего медицинского персонала на транспортировке пациентов имеется два корпуса слева девятиэтажный справа четырнадцатый этажный отделение сердечно-сосудистой хирургии находится на девятом этаже в левом корпусе операционный блок находится на четырнадцатом этаже в правом корпусе естественно что для того чтобы пациент оказался доставлен из отделения в операционную потребуется достаточно долго его транспортировать вначале по одному в одном здании при этом перемещение осуществляется с помощью лифта а лифт как вы понимаете не всегда быстро можно вызвать он тоже может быть он может быть занят затем осуществляется транспортировка по коридорам переход по закрытому коридору в соседний корпус подъем пациента на верхний этаж и дальше и все это время медицинская сестра хирургического отделения занимается не пациентами в самом отделении она занимается транспортировкой пациентов при этом в ряде случаев заменить медсестру допустим техническим специалистам нельзя поскольку пациенты могут быть достаточно тяжелые требуют именно сопровождение медицинского персонала ну а дальше медсестра возвращается в отделение и таким образом возникает вопрос что нам нужно сделать чтобы оптимизировать этот процесс на этот вопрос я сейчас не могу вам дать ответ поскольку пока построена модель и находится на рассмотрении специалистов центра которые серьезно задумались над реорганизацией этих процессов планируется что в новом командном центре на основе данных поступающих в режиме реального времени будут создаваться будет использоваться имитационная модель цифровой двойник с тем чтобы потоки управлялись потоки пациентов коечный фонд доступность медицинской помощи осуществлялись по результатам имитационного моделирования такой командный центр в настоящее время находится в финальной стадии подготовки ну и как результат нашей деятельности недавно прошел директорат центра Алмазова где было принято принципиальное решение о том чтобы имитационное моделирование должно включаться в качестве обязательного компонента проектных работ при конструкции клинических подразделений и изменении клинических процессов ну и если говорить уже о перспективе то мы наверное вспомним об искусственном интеллекте очень много сейчас говорится об этой технологии но почему но в основном это все связано с чисто врачебной деятельностью ну например расшифровка рентгенограмм и так далее для интересов в интересах управления медицинской помощи оказания медицинской помощи нам пока неизвестно использование искусственного интеллекта возможно где-то есть мы считаем что вот то что было сейчас показано применительно к инфекционному моделированию его результаты могут формировать базу знаний затем на основе базы знаний осуществляется обучение искусственного интеллекта ну и это позволит принимать руководителю уже более обоснованное решение таким образом инфекционное моделирование позволяет получать малодоступные для других методов анализа характеристики оказания медпомощи локализовать узкие места искать варианты оптимизации деятельности ЛПУ ну и быть одним из этапов внедрения бережливого производства и базисов для создания лунной клиники благодарю за внимание если кто-либо заинтересовался представленными материалами вы видите контакты можете обратиться по телефону почты и мы могли бы обсудить вопросы взаимной деятельности спасибо большое спасибо за интерес здесь да я выберу выслали реализован пример показан в начале презентации презентации какие инвестиционные и какой результат получат и если какие не на модели еще маленькие если можно давайте мы начнем с того что используется специализированная программная обеспечена FlexSim HealthCare я его даже здесь показывал название его показывал на одном из слайдов сейчас одну секундочку вот FlexSim HealthCare есть и другие варианты специализированного программного обеспечения в интернете они достаточно хорошо доступны единственное обращаю внимание искать нужно по ключевому слову simulation на английском инвестиционное моделирование на английском языке это simulation ну а дальше можно еще раз уточнить что еще хотелось лучше понять вот именно на эти модели были построены модель самый интересный вопрос была ли модель в итоге внедрена и какие эффекты от внедрения значит внедрена была реально абсолютно была модель которая показана вот здесь в числе одной из первых это по приемному отделению то есть иными словами мы построили модель показали проблема которая возникает присутствовавших в тот момент размещения приемного отделения и затем с учетом наших рекомендаций и было принято решение об изменении соответствующих поменяли входы выхода добавили МРТ изменили добавили кабинет терапевта и в результате получили скажем так положительный результат спасибо поэтому мы двигаемся я думаю что за 15 минут сложно рассказать за 15 минут поэтому мы уже переходим дальше моделирование в организации в категории главный специалист статистического центра экстременационной медицины здравствуйте глубоко уважаемые коллеги Михаил Юрьевич приветствую вас вам слово я не могу не согласиться с коллегами о том что информация меняет наше восприятие и порой без возможности вернуться назад медицинские знания растут в геометрической прогрессии изменяют среду здравоохранения постоянный поток диагностических и терапевтических инноваций и все это дает нам беспрецедентные возможности для улучшения здоровья и снижения заболеваемости но в то же время они довольно часто нарушают традиционные процессы оказания медицинской помощи и создают нагрузку на нашу систему для решения этих проблем требуется некая система которая будет характеризоваться непрерывным обучением и совершенствуем и путь к созданию такой системы будут включать повторяющийся процесс анализа о данных пациентах и процессах оказания медицинской помощи и все это может дать нам имитационное моделирование все делается для оптимизации оказания клинической помощи и улучшения до бесконечности результатов и снижения затрат моделирование стало уже неотъемлемой частью многих отраслей из-за его способности обеспечивать понимание сложных операций и процессов основные вопросы которые мы ставили для себя при формировании систематического обзора публикации это какое распространение в настоящий момент имеют методы среди медицинских исследований какова динамика и какое влияние в будущем они могут оказать мы отмечить можем что наблюдается растущий интерес использования как отдельных методик так и в целом методов имитационного моделирования и формирование массивов больших данных дает нам огромные возможности для внедрения и развития методик на данном на данном слайде представлена блок схема потока информации которые мы изучали в настоящий момент уже на 22 год публикации насчитывает более полутора тысяч и они связаны с разными сферами здравоохранения наиболее ранее обзорная статья посвященная методам моделирования здравоохранения которую нам удалось обнаружить датируется 1976 годом таким образом история имитационного моделирования насчитывает уже более 45 лет в этой публикации авторы отмечают эффективную адаптацию методов моделирования первоначально разработанных для промышленности потребностям руководителей здравоохранения опубликована она была в журнале обзор управления здравоохранением решение о том какую модельную структуру выбрать к сожалению редко обсуждается в опубликованных исследованиях мы выделили наиболее часто встречающиеся парадигмы моделирования это моделирование дискретных событий системной динамикой моделирования на основе агентного подхода очень важно ту какую выбрать модель для конкретного практического применения поскольку в зависимости модели это все-таки не сама система а ее лишь картина отражение и поэтому у нее имеются допущения явные или неявные и от этого зависит ее качество и способность выполнять те или иные поставленные задачи во многих исследованиях сейчас в настоящее время дискутируется выбор структуры моделей на дихотомии когортный или индивидуальный подход во многих оценках которые публикации которые мы изучали используются когортные или агрегированные модели которые изучают доли населения но проблема заключается в том что агрегированные модели могут иметь некие допущения которые могут непреднамеренно привести к неточным или неадекватным решениям в то время как модели индивидуальных уровней к ним относятся микросимуляционные модели агентные подходы могут иметь более тонкие настройки но их разработка и запись требуют гораздо больше времени и затрат остановимся поподробнее коротко на теоретической части моделирование дискретных событий является наверное одним из самых гибких методов моделирования и система представляется как последовательность неких дискретных событий которые происходят в разные временные интервалы в здравоохранении очень широко используется эта методика оценивается эффективность предоставления медицинских услуг прогнозируют изменения в потоке пациентов и изучают эффективность использования различных ресурсов как материальных так и кадровых и в здравоохранении отдельные взаимодействующие пациенты обычно являются сущностями и дополнительные объекты могут включать врачей медсестер машин скорой помощи и так далее следующее наиболее распространенное что такое прошу прощения сейчас что не так у меня спасибо спасибо Продолжение следует... 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 что уже начинается систематизация полученных знаний, и с 2018 года обзорные статьи появились и в нашем отечественном сегменте публикации. По существующим рекомендациям предлагают использовать наиболее простую модель, которая должна отвечать задачам исследования и структуре процесса болезни или лечения. В настоящий момент развитие методики сталкивается со следующими трудностями. Во-первых, среди практического здравоохранения все-таки распространение методики находится на недостаточно еще глубоком уровне, то есть это начальный уровень, поскольку пользователи еще мало знакомы со всеми возможностями то, что может предоставить им имитационное моделирование. Кроме того, доступность коммерческих готовых программ ограничена, такая серьезная работа требует создания междисциплинарных исследовательских групп, наличие навыков эффективного управления операциями, и кроме того, необходимо, чтобы принимались публикации нашими обычными профессиональными медицинскими журналами, что не всегда происходит. Основные направления, по которым развивается имитационное моделирование сейчас по данным в основном иностранных источников, это моделирование потока пациентов, экономическая оценка системы здравоохранения, фармакоэкономический анализ, распределение ресурсов, которые ограничены всегда в здравоохранении, и моделирование производительности. Это основные направления, которые отражены в области применения достаточно велики, имитационное моделирование проникло практически во все сферы деятельности, и достаточно большой объем публикаций посвящен улучшению медицинского обслуживания. Сюда входят проблемы, связанные с потоками пациентов, составление расписания приема, планирование койко-мест или иной вместимости, использование операционных, управление доступом, приемом, управление производительностью, временем ожидания неотложной помощи. Кроме этого, достаточно активно публикуются работы, которые связаны с оценкой различных стратегий лечения или лекарств от болезней. Здесь в основном акцент делается на оценку экономической эффективности в совокупности с клиническими результатами. Кроме того, как параметр эффективности оценивается преимущество в качестве жизни и оценку рисков лечения проводит. Так интересно, статья нам попалась об оценке экономической эффективности рекомендаций для больных с сахарным диабетом второго типа в Соединенных Штатах Америки. Использовали имитационную модель и на основании этого оценивали экономическую эффективность национальных руководств и доказали его экономическую и клиническую эффективность. Кроме того, происходит также много, достаточно большой вес имеют публикации, определяющие моделирование прогрессирования или эволюции заболеваний и результатов лечения. Это тоже экономический анализ, основные социально значимые заболевания, в основном публикации по онкологии и по другим социально значимым заболеваниям. Здесь интересна статья из Нидерландов, которая оценивала экономическую эффективность по этапной программе профилактики кардиометаболических заболеваний в первичной медико-санитарной помощи. В чем опубликована она была в 2021 году. Всем известно, что кардиометаболические заболевания являются основной причиной смерти в мире и связанные с более низким качеством жизни и высокими затратами. Это было рандомизированное контролируемое исследование, приняли участие около 2000 человек и внедрение программы профилактики, которая была в рекомендациях, в долгосрочной перспективе показало свою экономическую неэффективность и не рекомендовали внедрение новой программы. Интересен тем, что был получен отрицательный результат. Кроме того, активно используются эти методы в планировании возможностей медицинского обслуживания за пределами больницы, клиника. Это уже оценка сети здравоохранения, аптечной системы и разных сообществ. Так, например, авторы из Германии в 2021 году опубликовали модель SimCare, которая направлена на поддержку лиц, принимающих решения в планировании и анализе адаптации систем первичной медико-санитарной помощи. Эта модель была интересна тем, что она имела модульный характер и могла подстраиваться под разные исходные условия, то есть использоваться не только на базе той клиники, на которой она была разработана, но и адаптироваться к другим условиям. А также достаточно большой объем публикаций затрагивал оценки технологий политики скрининга на болезни. Это как политика диагностики, схема оценки рисков, схема оценки технологий. Разрабатывались, моделировались и оценивались. Интересное направление, и довольно оно представлено достаточным полом работы, это моделирование логистики товаров для здоровья. Основные публикации до ковидную эру касались транспортировки крови и ее компонентов для того, чтобы не создавать дефицита при потребностях. Ну и в связи с развитием пандемии сюда добавилось достаточно много статей по логистике вакцины, их распределению и медицинского кислорода. В моделировании, в публикациях за 2021 год по теме планирования возможностей службы здравоохранения на случай чрезвычайных ситуаций превалирует тема ковид. Здесь моделируют коллеги как распределение ограниченных ресурсов, так и ситуации ограничения медицинской помощи, как экстренной, так и плановой. Обращает на себя внимание несколько выбивающаяся статья за 2019 год о количественной оценке устойчивости сетей первичной медико-санитарной помощи путем стресс-тестирования системы здравоохранения. В Австрии проводились такие эксперименты, авторы указывают, что практически не существует количественных инструментов для понимания того, какой стресс может выдержать система здравоохранения, прежде чем она потеряет способность оказывать помощь. Авторы предлагают измерять устойчивость системы здравоохранения к изменениям по изменению плотности поставщиков, то есть организаций, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Они разработали вычислительную модель в реальном масштабе и по всей стране на основе сетей совместного использования пациентов. Очень популярна тема распространения заразной болезни. В основном это значимые заболевания СПИД, малярия, лайм, туберкулез, ну и сейчас присоединился ковид. Интересные работы здесь о моделировании заболеваний, которые мало распространены, предлагают авторы новые подходы на основании гибридных моделей, которые позволяют прогнозировать эпидемии, например, ВИЧ, которые с низкой распространенностью считаются заболеванием. И также ряд публикаций касается оценки воздействия медицинских технологий на услуги здравоохранения. Здесь оцениваются качество обслуживания, рентабельность и эффективность. Ряд моделей имеет практическое внедрение. Так, например, ученые из Германии в 2020 году внедрили в рутинные процессы модель для поддержки принятия клинических решений в гематологии. Позвольте мне закончить. Тима Геннадьевна, большое вам спасибо за ваш интересный доклад. Очень было все разнообразно. К сожалению, у нас небольшие заминки были технического плана. К сожалению, мы уже вышли из регламента, но у нас еще два доклада впереди, и они очень интересны. Мы хотим послушать. Единственная просьба к докладчикам несколько сократить время доклада, с тем, чтобы мы могли уложиться в перерыв, иначе нас выгонят из нашего зала. Хоть у нас и виртуальная конференция, а зал-то он реальный. Поэтому следующее слово предоставляется Максиму Викторовичу Абрамову, руководителю лаборатории теоретических и междисциплинарных проблем информатики СПИРАН на тему идентификации качественного клинического ухудшения в результате развития остротеречной достаточности синдрома полиорганной недостаточности, классификации на основе данных об интервалах РР и КУТ. Максим Викторович, просим вас. Да, спасибо большое за представление. Я только сделаю маленькую поправку. Вместе со мной, с автором доклада выступает Анастасия Андреевна Карипанова, и она сделает этот доклад. Она является младшим научным сотрудником лаборатории. Ну и также здесь представлены другие соавторы, один из которых выступал перед нами. Анастасия Андреевна, прошу вас. Спасибо. Да, я сразу перейду к содержанию. Вообще данная работа выполняется совместно с Всероссийским центром экстренной радиационной медицины имени Никифорова или иначе ВЦЕРМ. В ЦЕРМ поступают пациенты с различными диагнозами, различными симптомами различного пола и возраста, и у части из них при внешней стабильности состояния непредсказуемо начинается ухудшение с симптомами острой сердечной недостаточности, полиорганной недостаточности и отека головного мозга. Обычно данное состояние ведет к летальному исходу, но части пациентов удается исцелиться. Проблема этого состояния в том, что оно наступает внезапно, развивается быстро, и врачи хотели бы иметь какую-то возможность заранее предсказывать вот это внезапное ухудшение. И у них сформулирована гипотеза, что данное ухудшение состояния можно предсказать по динамике сердечных ритмов как-то заранее. Это было бы полезно, тогда можно было бы более внимательно относиться к пациентам, у которых выше риск такого ухудшения, и как-то его предотвратить или, возможно, более оперативно реагировать в случае его наступления. Но, в общем, хочется в перспективе научиться предсказывать нам такие состояния, но на первом этапе было решено, что мы просто проверим гипотезу о том, что ЭКГ действительно является таким признаком, вот эти вот результаты измерения ЭКГ действительно содержат информацию, которая позволит нам разделить пациентов на группы, которые с летальным исходом пациента и с летальным исходом в результате развития вот этих вот синдромов, и на пациента с благоприятным исходом. Был получен датасет, который следующего состава, он содержал общие данные о пациентах и их диагнозах, там данные о поле, возрасте пациента, основная патология, сопутствующие патологии, также данные о событиях, которые происходили с пациентом, в том числе и операции, и данные о результатах всех измерений электрокардиограмм. Всего в наборе данных было 60 пациентов с летальным исходом, 60 пациентов с благоприятным исходом. В дальнейшем эти цифры немного изменились, потому что были исключены из набора данных пациента, у которых был электрокардиостимулятор. На данном слайде можно увидеть, что в целом датасет обладает большой вариабельностью, например, продолжительность госпитализации пациента варьируется от 1 до 172 койка дня. Также измерение ЭКГ у каждого пациента варьируется от 1 до 38. Таким образом, также у большинства основная патология сердечно-сосудистые заболевания, но все-таки тоже не у всех. Поэтому в рамках данной работы мы обращаем внимание особое на результаты измерения ЭКГ. Но так как у всех пациентов разное количество, было решено как-то унифицировать результаты всех измерений для каждого пациента и получить на основе этого одно число. Для этого был предложен вот такая формула, в которой получается значение критерия. Оно основано на значении интервалов РР и КУТ, на среднее значение кубов. На данном слайде представлено распределение значений предложенного критерия. На втором рисунке можно увидеть, что данное значение критерия, хотя нельзя однозначно разделить пациентов на две группы, а все-таки распределение значений у разных групп разное. На основе предполученного значения критерия была построена модель классификации пациентов на пациентов, относящихся к основной группе с лизальным исходом и контрольную группу с благоприятным исходом. На данном слайде представлены метрики модели классификации. В первой таблице можно увидеть, что данная модель показывает себя лучше при классификации пациентов на основную группу, то есть с летальным исходом. И это хорошо, потому что значит, что она лучше определяет пациентов, которые требуют более внимательного ухода. Таким образом, нам удалось подтвердить, что у нас действительно в ЭКГ содержится информация, по которой можно лечить пациентов, которые гибли в результате ухудшения, связанных с симптомами остросердечной недостаточности, синдромом полиорганной недостаточности, отека головного мозга. Также полученный критерий может быть применен как самостоятельный критерий для классификации пациентов на эти группы. В дальнейшем планируется проанализировать динамические изменения данного критерия, а также развить имеющуюся модель за счет добавления больших, возможно, данных, которые учитываются не только в измерении интервалов и РРКУТ, а, возможно, все ЭКГ и также результаты анализов. И хочется получить модель, которая позволит нам на основе данных пациенте предсказывать вероятность выступления ухудшения у таких пациентов. У меня все. Спасибо за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Алексей Андреевна, большое вам спасибо за ваше выступление. Очень приятно было увидеть такие фундаментальные формулы, которые нам, докторам, обычно непонятны, но я уверен, что они, наверное, приведут нас к тому самому предикшену, к прогнозу состояния и помогут все-таки практическим врачам предвидеть наступление того или иного события в будущем. Желаем вам больших успехов в ваших исследованиях. Спасибо. Есть у нас еще вопросы? К сожалению, нет. Мы тогда переходим к следующему нашему завершенному докладу. Никита Викторович Бабич, студент математики и механического факультета СССР представит нам результаты исследования про голосовой ассистент врача использование методов распознавания встречи во время приема пациента. Как говорится, почерк врача мы уже видели. Давайте послушаем, что нам может помочь превратить речь в текст. Никита Викторович, просим вас. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, меня хорошо слышно? Отлично. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Бабич Никита Викторович. Я студент третьего курса математика и механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Хочу с вами поделиться проектом, которым я занимаюсь вместе со своей командой в рамках учебной практики и конкурса стартап СПБГУ. На данном слайде можно увидеть нашу команду. Я занимаю роль разработчика программного обеспечения. Перейдем к проблеме. На данный момент нехватка времени является одной из наиболее острых проблем современного здравоохранения. На прием одного пациента терапевтом в среднем отводится до 16,5 минут. И 40% этого времени уходит на заполнение документов. Почти половина врачей жалуются на профессиональное выгорание. Среди его основных причин называют оформление большого объема документации. Специалисты вынуждены работать в условиях цитнота и дефицита кадров. Такая нагрузка приводит к увеличению числа врачебных ошибок. Наше решение направлено на повышение качества оказания услуг и финансовой эффективности в государственных частных учреждениях. Возможность автоматизировать документы оборот позволит медицинским организациям принимать большее количество пациентов, также снизить риск врачебной ошибки. Посмотрите, пожалуйста, на эти цифры. Если бы во время приема имелась возможность автоматизировать запись жалоб больного, было бы возможно при том же количестве врачей провести большее количество приемов без потери в работоспособности и эффективности персонала. В настоящее время во многих медицинских учреждениях уже используются системы электронного документа оборота, такие, например, как QMS или Ариадна. Следовательно, интеграция нашего решения не потребует особенных финансовых затрат. Решением сложившейся проблемы, и то, что как раз таки мы предлагаем, может послужить сервис для распознавания диалога между врачом и пациентом. Основная идея сервиса заключается в автоматическом формировании медицинской документации. Во время приема производится запись диалога с помощью смартфона врача, а впоследствии обработка записи в конце приема доктор получает документ с основной информацией о приеме на своем компьютере. На данном слайде можно увидеть финансовую модель нашего стартапа. На ней можно увидеть основные расходы, такие как Яндекс.Сервисы, которые мы используем для распознавания речи, фотоюридические услуги и маркетинг. Также показатели EBITDA, демонстрирующие прибыль стартапа до вычета процентов налогов износа и амортизации. На данном слайде представлен показатель FICEF, демонстрирующий прогнозируемый денежный поток стартапа. Стоит отметить, что первоначальные инвестиции планируются привлекаться с помощью участия в грантовых конкурсах, акселераторах, таких как стартап SPBGU или SBIRT-студент. Из основных конкурентов я могу выделить в русскоязычном... ...нужно использоваться с любого смартфона, не требуя дополнительной установки. Кроме того, Voice2Med позволяет лишь распознать текст, являясь, по сути, голосовой пишущей машинкой, в то время как принцип работы Dr.Scripp заключается в автоматическом пассивном распознавании диалога врача и пациента и умного заполнения документов по разделам. Хочется рассказать про саму инфраструктуру. Вся инфраструктура расположена на виртуальной машине. В основе сервиса лежит .NET-приложение, которое содержит клиентские приложения для записи диалога и клиентское приложение, отображающее результаты обработки аудиозаписей. Также еще хочется отметить внимание, что мы используем Яндекс.Сервисы, такие как Яндекс.ПичКит и Яндекс.Диалоги. Также стоит отметить, что в процессе разработки были приняты решения использовать Яндекс.Облако вместо Microsoft Azure, использовать Яндекс.Диалоги вместо Google Dialogflow и также Яндекс.Метрику вместо Google Аналитики. Данные решения были приняты в связи с опасением блокировки иностранных сервисов на территории Российской Федерации. Что касаемо дорожной карты, в настоящее время мы имеем работающий прототип и составленный бизнес-план. Летом мы продолжим работу над прототипом и параллельно проверяем продуктовые гипотезы с врачами. Осенью планируется открытие МИП и привлечение инвестиций. Выход на рынок мы планируем совершить в 2023 году в январе. И согласно бизнес-плану, наша точка безубыточности будет достигнута при 681 пользователе. По плану... ...хочется... ...интервью с врачами. Также получили несколько предложений о сотрудничестве. Чтобы подытожить, наш прототип доступен онлайн. Чтобы его запустить, вам потребуется браузер Google Chrome. Для запуска нужно отсканировать QR-код. В данной версии прототипа вы можете записать голос и увидеть результаты распознавания речи. Я хочу поблагодарить всех присутствующих за внимание. Я верю, что наше приложение позволит снять с врачей время бюрократии и сосредоточиться на том, что действительно важно на пациентах. Жду от вас критику и предложения. Спасибо большое. Уважаемый Никита Викторович, большое вам спасибо за представленный доклад. Он не только важен с точки зрения разгрузить врача от ненавистной работы или шариковой ручки, или за клавиатурой компьютера, а сосредоточиться непосредственно на самом важном, на работе с пациентом. Но и с экономической точки зрения, дисконтированный срок окупаемости проекта и возврат инвестиций, он просто впечатляет. Таких проектов не только в России, но и в мире не так много. Мы желаем больших успехов в реализации вашего проекта. Большое вам спасибо. Дорогие коллеги, наша секция не без проблем технических, но все-таки подошла к своему завершению. Мы сегодня услышали очень разные доклады, но все посвящены одной важной теме, проникновению, глубокому проникновению цифры в здравоохранение. Хотим мы это или не хотим, это уже состоялось. Наша задача на сегодняшний день сделать так, чтобы все врачи подружились с теми инструментами, которые пришли на сегодняшний день на рабочее место врача, с тем, чтобы это было так же органично, как раньше было использовать гусиное перо или ручку, с тем, чтобы компьютер ненавистный большинству не мешал процедуре постановки правильного диагноза и назначения лечения, и с тем, чтобы компьютеры действительно были добрыми помощниками, а не надсмотрщиками и не... Ну ладно, да, по крайней мере, чтобы точно не были помехи в работе врача. Большое спасибо еще раз всем, кто принял участие в работе нашей секции. Желаю вам хорошего дня и до скорой встречи на следующем форуме. Это следующий форум. Это другой форум уже. Всем спасибо.